Матч Самино Абдуллахи вернулся с края обороны на свою излюбленную позицию в центре полузащиты. Подача! Не получается удара у Константина Киртанова. Пенальти назначает Евгений Турбин. Да, действительно, Киртанову досталось. Удар! 1-0! Джамал Дебиргаджиев на 15-й минуте открывает счет. Этот гол является для Джамала восьмым в нынешнем сезоне. С правого края слева включается в атаку Евгений Песиков. Один в один он кого угодно способен обыграть. Удар в дальний угол. Это рядышком ветер думается мне. Абдул дальнюю штангу бород Волкова. Еще один игрок, представляющий Академию Чиртанова. Сегодня на поле подача. Удар! Но это сродни удару, который ранее тот же Песегов, кажется, голобой наносил. Не опасно по центру бород. Правда, еще требовалось среагировать. Песегов удар в стенку. Рикошеты! Кузнецов! Не ошибся сегодня, по крайней мере, в первом тайме с выбором голкипера Артем Куликов. В том числе и на назначенной пенальти, в том числе и на штрафной. Ничего себе! Удар через себя! Штанга! Штанга спасает Велес после акробатики невероятной в исполнении Андреса Понцина. Именно так высказываются игроки Флориды, которые хвалят Сергея Бобровского за чумовой плей-офф. Подача! Понци разворачивается! Бьет! Понци! Это гол! 1-1! Здесь никто и ничего уже не мог поделать. Шестой гол венесуэльце в этом сезоне в 13-м матче. Ну и гол как будто бы из ничего случился, прямо скажем. Времени еще полным-полно у всех и на все. Штрафной удар. Подача! Понци! Бон-бон-бон-бон! Понци! Андрес Понци! 2-1! Фантастика! Фантастика! Второй тайм именно имени Андреса Понци! Все было чисто против Ураклия Логуа, у которого в этом сезоне на счету 8 забитых мячей. Три голевые передачи возконтр-атака. Понци! Прострел! Внимание! Эльдорушев! Кузнецов! Удар не получился у Абусаида. Причем мяч, как кажется, предательский. Для нападающего Акрона скакнул аккурат перед ногой. Косте! Изумительная передача в исполнении Понци! Самому надо бежать! Опекову нет офсайда! Опеков оббегает голкипера, но там есть кому его подстраховать. Удар это мимо ворот. И тоже момент интересный. В случае гола, как бы Турбин расценивал близость к мячу, находившегося в положении вне игры Эльдорушева. Крылатых быков передача налево. Семину Абдуллахи надо разгоняться по Чевале, но это уже не имеет значения. На центр указывает Евгений Турбин. По истечении трех компенсированных минут Тольяттинский Акрон одерживает победу.